Каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14.00 часов, будут поданы автобусы, рекомендуется собой сдать документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Вы видите кадры более чем 25-летней давности. Это эвакуация украинского города Припять, что в 3 километрах от Чернобыльской АЭС. С момента взрыва и разрушения печально знаменитого 4-го энергоблока прошло 36 часов. За это время авария превратилась в настоящую катастрофу – экологическое бедствие. А так Припять выглядит сегодня. Зрелище, конечно, мрачное. Жить здесь по-прежнему нельзя. Пыль, содержащая радиоактивные элементы с периодом полураспада от 30 и более лет, предположительно въелась в грунт, в остатки асфальта, в руины домов. Дозиметр показывает свыше 300 миллирентген в час. Что это означает? Выходит, что и сейчас, спустя 27 лет после аварии, норма превышена в 10 раз. Если находиться возле погибшего реактора безотлучно, в течение трех месяцев, без специальной защиты, то человек, скорее всего, получит смертельную дозу облучения свыше 600 рентген. Хотя в целом последствия катастрофы сегодня оцениваются без излишнего трагизма. Из итогового доклада ООН и Всемирной Организации Здравоохранения Катастрофических последствий Чернобыльской аварии не зафиксировано. Вспышки онкологических заболеваний не произошло. Радиация не привела к возникновению мутаций. С последним пунктом категорически не согласен ученый-генетик Конован. Он уже много лет исследует свиное поголовье и домашнюю птицу на зараженных территориях. По его мнению, Чернобыль мог запустить скрытую генетическую цепную реакцию, которая изменяет не конкретное живое существо, а целые биологические виды. Вот, например, утка с четырьмя ногами, курица с четырьмя ногами. Это не фокус, это было и раньше. Но там были единицы. А сейчас это часто встречается. В чем опасность? Да, опасность-то состоит в том, что это же филогенетический ген. То есть он там был, птицы, как говорится, произошли от пресмыкающих. Это крокодилы, но у них-то две ноги. А тут вдруг начинает этот ген распрограммироваться. Крокодили, грубо говоря. И у них уже четыре. К огромному прискорбию подобному риску подвергается не только домашняя живность, но и люди. Вы можете взять Волынскую, Ровенскую область. Там некоторые аномалии, если взять у детей. Это вообще в 50 раз. Живые существа реагируют на радиацию очень по-разному. Так в 30-километровой зоне вокруг аварийной АЭС погибли все кроты, а полевые мыши, наоборот, невероятно размножились. Почему? Ответа пока нет. Такой же загадкой для науки продолжает оставаться и человеческий организм. Ущерб от чернобыльской катастрофы, безусловно, огромен. Так в середине 90-х годов выглядела карта зараженных территорий Украины, Белоруссии и России. Под воздействием времени, ветра, дождей, дезактивационных мероприятий ситуация значительно улучшилась. Сегодня в большинстве мест уровень радиации вернулся к нормальным значениям. Однако ученые до сих пор не пришли к единому мнению о Чернобыле. Споры не утихали. Оптимисты обещают, что очень скоро все вредные последствия исчезнут сами собой, поскольку закончится 30-летний период полураспада Цезия и Стронция. Пессимисты же указывают на другие элементы плутонии и америции, а те могут оставаться опасными сотни и даже тысячи лет. Есть еще одно критически важное обстоятельство. Гарантийный срок жизни старого чернобыльского саркофага истекает уже в 2016 году. Что сейчас происходит внутри бетонного кока? Насколько это опасно? Контрольные замеры радиации вблизи четвертого энергоблока совсем не успокаиваются. Еще пять лет назад был разработан французско-украинский проект «Навар». Реакторы должны были закрыть сверху при помощи сложной дугообразной конструкции.